Всяка душа оживится, и чистотою возвышается, светлется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас в программе «Мир православия». Мы продолжаем нашу беседу о духовном руководстве. Часто люди называют одним и тем же именем духовник, духовный наставник, старец одного и того же священнослужителя. Отчасти это и справедливо, потому что во многом эти служения похожи, хотя, конечно, глубина их различна. В богословской литературе есть более узкий специальный смысл этих слов. Что же такое духовник, духовный наставник, старец? Духовник – это любой священнослужитель. Дело в том, что каждый священник при рукоположении получает право исповедовать и наставлять людей. Но понятно, что молодой священник, еще неопытный в духовной жизни, да и в житейской жизни, он не может брать на себя функции какого-то очень глобального наставления, давать огромные советы, которых еще сам не испытал в своей жизни. Поэтому его обязанность как священника правильно, четко учить основам православной веры, православного вероучения и принимать исповедь. Для более глубоких духовных вопросов и разрешения их существуют уже другие возможности. Как-то к старцу Паисию на святую гору Афон приехал один адвокат. В руках он держал священное писание. Старец спросил, что это у тебя? «Священное писание, я хочу задать вам некоторые вопросы, получить на них ответы». Старец сказал, возьми лист бумаги и пиши. «Что же писать?» – спросил адвокат. «Пиши свои грехи, потом едь в Афины, откуда ты приехал, и иди первому попавшемуся священнику и исповедуй свои грехи». «Почему же я приехал получить ответы на нужные для меня вопросы?» Растерянно говорит адвокат. А старец сказал, что нет, ты должен исповедоваться у духовника. «Но у меня нет духовника», – говорит адвокат. «Иди к любому священнику, который носит и патриархи, потому что каждый получает от Бога власть прощать грехи. И исповедуй свои грехи. И когда ты очистишь свое сердце, Бог откроет тебе и смысл священного писания». Старец Паисий очень часто своим собеседникам, которые приезжали к нему именно как к старцу, как глубоко духовному человеку, очень опытному в духовной жизни, говорил о том, что им необходимо научиться сначала исповедовать свои грехи. А для этого можно подойти к любому священнику. Что же касается духовных советов, наставничества, то, конечно, здесь важен уже выбор. Важно найти того человека, который сам в своей жизни что-то приобрел, что-то получил, как-то уже смог очистить свое сердце, приобрел духовный опыт. Поэтому идти на исповедь можно к любому священнику. Он является духовником. А искать ответы на серьезные жизненные вопросы необходимо уже у более глубоко умудренных духовных людей. Ну что же делать, если рядышком нет таких глубоко духовных наставников и пастырей? Святые отцы советуют в этом случае руководствоваться книгами Священного Писания и Святых Отцов. Так преподобный Семен Новый Богослов говорит, слушай своего духовника, но и слечай его советы с книгами Святых Отцов. И если увидишь что-то расходящееся с мыслью Святых Отцов, то старайся быть осторожным в отношении тех советов, которые дает тебе духовник. Потому что духовник еще может быть совсем малоопытным. И его советы могут причинить человеку иногда даже духовный вред. Потому что каждый духовник должен сам испытать на своей жизни действительно борьбу и со страстями, и те методы, которые предлагаются в книгах Священных Святых Отцов, чтобы можно было дать конкретному человеку в конкретной ситуации совет, который ему помог бы действительно выйти из этого положения. То же самое говорит и святитель Игнатий Брянчанинов. Когда его брат Петр оказался в сложной духовной ситуации и не знал, к кому обратиться, святитель Игнатий написал ему письмо, в котором говорит, будь осторожен в отношении советов, которые дают тебе духовные люди. Старайся всегда эти советы сверять с святыми отцами. Читай святителя Феофана Затворника, Георгия Затворника, из древних отцов Златоуста, и старайся в них найти те ответы, которые ты ожидаешь. Святые отцы, начиная с апостолов, предупреждали с древнейших времен о том, что среди христиан может быть много прелестников и обманщиков. Не потому что они хотят обманывать или вводить прелесть человека, а потому что сами не приобрели еще духовного опыта. А ведь получить власть, руководить душами других людей – это очень большая ответственность. Не каждый может справиться с этой ответственностью. И здесь важно всегда доверять, но и проверять. А проверка должна осуществляться именно через чтение святых отцов. Это одно из самых важных замечаний по отношению построения нашей духовной жизни. Святитель Феофан Затворник различал понятия «духовник» и «духовный отец». Как мы уже говорили, духовник – это тот человек, тот священник, у которого мы можем исповедоваться. Духовный отец или духовный наставник – это человек, советами которого мы руководствуемся в своей жизни. И в духовной жизни, и в житейской жизни. Поэтому один из подвижников XX века, Серафим Тяпочкин, говорил, что «исповедуйся у любого священника, руководствуйся советами одного священника». Поэтому несомненно необходимо, чтобы каждый человек постарался найти себе в жизни такого наставника. Многие люди сразу хотят найти какого-то святого человека, чудотворца, чтобы через него действительно Господь показывал человеку волю Божию. Иногда, может быть, творил чудеса, какие-то пророчества открывал. Но таких людей всегда было очень мало. И в древние времена, тем более в наши времена. Важно найти благочестивого духовного человека, который бы действительно в своей жизни показывал идеал христианской жизни. Идеал того учения, которое Господь нам дал в Святом Евангелии. Если человек поставил перед собой задачу найти духовного Отца, он в первую очередь должен об этом молиться. А во вторую очередь, ему необходимо научиться со смирением относиться к каждому священнослужителю. Потому что в погоне за святым человеком можно вообще не получить никакого духовного руководства. Важно именно смиренно относиться к тому, что Господь в свое время пошлет тебе того священника, который на твоем пути сможет тебе принести реальную пользу в духовной жизни. Советами которого ты будешь возрастать от силы в силу. Будешь приобретать духовный опыт. В древности такими духовными отцами были в основном люди монашеского звания, жившие в монастырях. Это было и в Византии, и в Древней Руси. А для простого народа духовным отцом всегда был священник, который служит на их приходе, в их родном храме. Он, может быть, не был тем духовным отцом, каким был пастырь для монашествующих, но был старшим во Христе, братом для своих людей и прихожан. Он через опыт и знания, которые приобрел в духовном образовании, и через опыт духовной жизни мог давать советы, которые реально помогали людям преодолевать свои грехи и становиться чище. Есть еще и третья степень служения в духовничестве. Это именно старчество. Старчество было присуще в основном монастыря. И отношением духовного отца и послушника. Потому что старец – это тот, кто действительно тебя ведет по духовному пути. Не только наставляет на этот путь, не только дает советы, но реально шаг за шагом ведет по этому пути. Поэтому между старцем и послушником всегда существовала очень тесная духовная связь. Послушник обязан был исповедовать старцу все свои помыслы. Да даже мельчайших. Что подумал, что увидел, какие мысли возникли у него. Все это он должен был без всякого смущения, стыда рассказывать старцу, чтобы он мог дать ему совет, как это преодолеть. Вторым важным условием отношения старца и послушника было полное беспрекословное послушание. То есть то, что сказал старец, не обсуждалось, а выполнялось. Даже если это носило иногда и безрассудный характер. Иногда старец в монастыре мог приказать своему послушнику посадить дерево вверх корнями и поливать его. Или еще что-то такое. Послушник это должен был выполнять, не задавая вопрос, зачем, почему оно так не вырастет. Послушание заключалось именно в этом беспрекословном выполнении всех указаний старца. И таким образом рождалось у человека смирение. Многие люди теперешние, живя в миру, среди нашего светского сообщества, тоже хотят иметь себе старца духовником. Но как в те времена было очень мало старцев, так и сейчас, тем более их совсем мало. Настоящих, истинных, даже те люди, которых мы называем старцами, ну как Иоанн Крестьянкин, который жил в Псково-Печесском монастыре, или архимандрит Кирилл Павлов, Троицы Сергиевой Лавры, они никогда себя старцами не называют. Они называют себя просто более духовно опытными, умудренными людьми, достигшими уже за свою жизнь настоящего духовного опыта. Но для человека, который хочет именно, чтобы духовником был его старец, всегда существует опасность вот через эту гордость, через это несмирение попасться к какому-то лжестарцу. Ведь таких людей всегда гораздо больше. Человек, который может выдавать себя за высоко духовного человека, на самом деле ничем не обладать. Очень важно, чтобы каждый христианин со смирением относился к тому, чтобы найти именно духовного Отца, того, кто поможет ему преодолеть самого себя, увидеть себя правильно изнутри, свои грехи и страсти, и постараться их исправить в своей жизни. Не нужно гоняться за святыми, за чудесами, за пророчествами. Все это, если Господь захочет, Он нам даст, и через обычного священника. Важно, чтобы мы имели перед собой самую главную цель нашей жизни, ощущать свое сердце, потому что только чистые сердцем смогут увидеть Бога. На этом я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Божие благословение да пребывает со всеми вами. Всяка душа оживится, и чистотою возвышается, светлется троеческим единством священного тайны, священного тайны.